Дорога в тысячу миль начинается с первого шага, а путь к абсолютному чемпионству с победы над своей ленью и страхом, а также с упаковки формы в спортивную сумку для первой тренировки. Приветствую вас, трицепсы комара! С вами Федорович. В этом видео мы посмотрим, как гений бокса Александр Усик, который выиграл все, что только возможно в первом тяжелом весе, а после победы над Энтони Джошуа в тяжелом весе, стал объединенным чемпионом мира в двух весовых категориях, наказывал оппонентов за треш-ток и понты. Мужикам не приходилось бы так много врать, если бы жены не задавали так много вопросов, а бойцам не приходилось бы говорить столько непотребства, если бы это не нравилось зрителям и не повышало интерес к бою. 31 мая 2014 года. Дворец спорта Одессы. Соперник аргентинец Сезар Давид Крэнс. Это был четвертый поединок для Александра на профи ринге. Три предыдущих он закончил досрочно. Сезар был опытным бойцом, у которого за плечами уже был 21 поединок, поэтому, несмотря на яркий старт в профиках, он не рассматривал Усика как серьезного оппонента. Но более того, он решил не только много говорить до боя, а еще и понтоваться во время поединка. Саня всегда отличался спокойствием, и вместо того, чтобы вестись на провокации, он просто отправил Давида в нокдаун в третьем раунде. А в четвертом решил напомнить ему нашу поговорочку «Левый в печень никто не вечен», немного помяв не только внутренние органы аргентинцу, но и его гонок. 4 октября 2014 года. Арена Львов. Бой за титул временного интерконтинентального чемпиона по версии WBO. Соперник Дэниел Брюер, у которого за плечами 18 побед на профи ринге. Дятел, долбающий березу, не видит сзади орла. Так, наверное, и Дэниел не видел предыдущий бой с Ани против Сезара, поэтому решил, что его бравада прокатит и даст ему психологическое преимущество. А зря. Все, чего он добился своими гримасами, это увеличение силы удара Усика из-за увеличения злости на соперника, который его не уважает. А результат от своих понтов Брюер переосмыслил в седьмом раунде, лежа лицом на канвасе. Как говорится, слабые спят лицом в салате, а сильные лицом в десерте. А к каким отнести Дэниела, достоявшего до седьмого раунда, решайте сами. Когда взлетаешь вверх, не забывай тех, кто подставил тебе спину для прыжка. Особенно если ты спортсмен. Помни всех тренировий людей, которые тебя поддерживали. 9 сентября 2017 года. Берлин, Германия. Соперник Марка Хук, у которого в копилке 40 поединков и всего 4 поражения. По сравнению с 12 поединками Усика, Хук себя считал дедом в армии, который решил преподать урок духу. Этот поединок был четвертьфиналом во всемирной боксерской суперсерии за кубок Мухаммеда Али. В этой серии приняли участие лучшие крузервейты мира, а на кону каждого поединка стоял пояс разных организаций. Задумка была простая и в то же время гениальная. Победитель кубка Али становится обладателем всех поясов и получает кучу денег. Конечно же, такие перспективы собрали лучших из лучших, в число которых и вошли герои нашего поединка. Несмотря на славу одного из лучших в мире, Марка Хук также имел славу говнюка, который использует в ринге очень много грязных приемов, а за его пределами позволяет себе очень много оскорблений в сторону оппонентов. И Саня не стал исключением. Каждая женщина считает себя незаменимой, но при этом хочет с легкостью заменить любую другую. А каждый боец считает себя непобедимым, но при этом проигрывает, как ему кажется худшему. Поединок выдался невероятным, правда только для фана Усика. Ведь фаны Марко наконец-то поняли, что трэш-ток это еще не победа. Саня издевался над немцем как хотел, он просто подвергал его мукам за все то, что он сказал и сделал, получая от этого больше удовольствия, чем мазохисты на пытках в средневековых замках. Но Марко и тут успел отличиться и сделать высшую мерзость. Он попытался ударить Александра, когда тот сидел на канвасе, за что начал получать еще больше. К сожалению, рефери не разделял настроение Сани и остановил это побоище в 10 раунде. По итогу Усик выиграл кубок Мухаммеда Али, но это уже другая история. Каждая встреча Каждая встреча – это начало расставания, а любой бой – это чье-то поражение. 10 ноября 2018 года, Манчестер-Арена, соперник Тони Белью, на кону 5 чемпионских поясов Александра Усика. На момент боя у Сани было 16 боев. Он уже был непобежденным чемпионом в Крузервейте и победителем Кубка Мухаммеда Али. В свою очередь у Тони было за плечами 30 поединков и всего 2 поражения. Он всегда был на верхних строчках рейтинга и дрался с многими хорошими бойцами. Но всегда имел длинный язык и поединок с Усиком не стал исключением. Белью в каждом своем интервью говорил, что нокаутирует Александра, что любая его ошибка будет для него фатальной. Очень много рассказывал о том, что у Усика нет нокаутирующего удара и ему нечего бояться. За это ухватились журналюги и везде делали акцент на отсутствии удара у Александра. Но Саня, как настоящий самурай, всегда сохранял спокойствие и на всех пресс-конференциях отшучивался. Ведь не словом, а делом нужно доказывать кто есть кто. В первых раундах Белью отлично боксировал, а на карточках некоторых судей он даже выигрывал. Но с каждым раундом преимущества Усика становилось все больше, а серии все жестче. Тони уже не мог защищаться с самодовольной улыбкой, а гематомы на лице не давали повода для радости секундантам. В восьмом раунде левым хуком Саня закрыл рты всем критикам и показал на деле, у кого есть нокаутирующий удар, а кто просто содрогает воздух на этой бренной земле. Субтитры сделал DimaTorzok Раз, два, три. Это биомеханика эффективных движений. Ее знать надо. Как бы ни отходим до этого образа, представляем, что мы медведи. Нас окружили волки. Начинаем танцевать и отбиваться соответственно. Хуба! 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 Вот так. Хуба! Да! Квадрата одна, да? За дистанцией. Короче, я вот что делаю? Хлопу вырываю ключицу, это ключицу вырываю голос. То есть вот так вот это выглядело. Хуба! Хуба! Обмазывающий сильный. Отчет! Атака слева! Атака справа! Атака слева! Атака справа! Это называется лепить. Наше упражнение. Секретный комплекс упражнений по милитации. Старайтесь эти упражнения не светить нигде. Шарики солнечные. Ставил. Какой идиот будет вот так вот на раз идти? Нет, вот так я набегу, да. Вот я стою на дистанции. Успевайте. Успевайте. Успели? Хоть один раз идти. Ничего не успевайте. Это убитка.